Это не приговор, это мера пресечения, которая должна содействовать тому, чтобы судебное следствие отправлялось. И только если есть основания и доказательства думать, что они как-то этому будут препятствовать, тогда да, но их нет. Их прокурор не излагает. В судебном акте, который мы оспаривали, их нет. Вот почитайте, найдите на сайте суда. Ни одного довода нет. Просто сидеть. Команда, сидеть. В своей практике сталкивались когда-нибудь с такими нелогичными решениями и формальными решениями? Сталкивался, но здесь, к сожалению, у нас слишком непропорционально, не по такой категории дел, вы понимаете? У нас по факту побои и легкий вред причинению вреда здоровью. Легкий вред. 115-е, 116-е, по ним не берут под стражу. То есть и даже, даже вмененное вот это 213-е, которое нет, вот я надеюсь, вы все бываете в судебном заседании или наблюдаете за тем, как судебное следствие происходит, очевидно, что ребята имели конфликт, имели стычку. А хулиганство это когда бы они заранее спланировали, без повода, без причины, вот нарушить вот так общественный порядок. Так этого же не было. Поэтому нет, здесь непропорционально слишком суд берет и избирает им эту меру пресечения. Но это колоссальный срок на самом деле для меры пресечения, да, мы все понимаем. То есть ребята, по сути, действительно уже отбывают наказание, при том, что приговор еще им не постановили. А что самое грустное, суд может любую другую меру пресечения избрать, но ни одного предложения в судебном акте не посвящено тому, по каким основаниям суд пришел к выводу, что вот другая мера пресечения не будет отвечать целям отправления правосудия. Ведь у нас цель отправления правосудия, что установить истину по делу. Если кто-то этому будет мешать или препятствовать, есть доводы и основания так считать, хорошо, давайте под стражу возьмем. Но когда их нету, под стражу брать не надо. То есть у нас же закон, он для чего? Чтобы объективно все происходило, состязательность сторон была в процессе, правда ведь? То есть сторона защиты и обвинения по нашему закону, они равны в правах, все должны представить суду свои доводы, обосновать их, а суд установить, чьи доводы больше подтверждения нашли. У нас этого не происходит в суде. У нас происходит так, что прокурор 30 секунд против наших там полутора часов говорит, повторяю, Вот сегодня Кирилла Кокурина, когда суд предоставил ему последнее слово, и он, знаете, говорит, Ваша честь, а я не понимаю, зачем прокурор выступал. Вот эти все фразы, они уже полгода повторяются, я их наизусть помню, я мог бы повторить. Ни одного нового слова, но какие-то должны быть доводы для того, чтобы под стражей оставить. АПЛОДИСМЕНТЫ